Светов сегодня будет немного, зато какие! Чудесные желтые шаровидные хризантемы сорта пинг-понг, а также золотарник и золотистые ветки ивы. Еще понадобится стеклянная ваза в форме невысокого цилиндра. Здравствуйте! С вами снова программа Ботаника. Сегодня немного отличаемся от новогодней тематики и будем облагораживать вот эти три замечательные хризантемы. Они мало похожи на хризантемы, но, тем не менее, это они и есть. Просто такой вот необычный сорт. Итак, что же мы будем сегодня с ними делать? Мы будем использовать всего три цветка. Вот, как видите, я приготовила себе три штучки. Будем обыгрывать их необычную круглую форму. Основанием для композиции будет ваза. И вместо оазиса, который мы чаще всего используем для создания композиции, будем использовать ветки. Итак, для начала заполняем сосуд ветками, а затем уже в ветках начинаем крепить цветы. Все очень просто. Мне понадобится секатор. И при помощи него я беру практически любые ветки и начинаю нарезать их определенной высоты, заполняя тем самым сосуд. Сразу же определяемся, какой высоты будет заполнение вазы. Можно взять за основу одну вот такую палочку и приготовить достаточно большое количество ровных веточек, очищенных от каких-то зазубрин, от почек. То есть мне нужны абсолютно ровные палочки. Довольно много. Когда вы сделали нужное количество заготовок, начинаем уже размещать их в вазе. Итак, можно брать, если секатор у вас достаточно острый, а ветки свежие, то режутся они достаточно хорошо. Можно брать сразу по нескольку штук, такими вот пучками, и нарезать их в вазочку. Если ветки еще сырые, недавно срезанные, то подкорректировать высоту вам не составит никакого труда. Такого вот принципа мы заполняем всю вазу ветками. Количество веток должно быть таким, чтобы между ними могли поместиться еще несколько стеблей цветов, например. Вот такая вот получилась история. Смотрите. Чтобы подкорректировать ее, можно аккуратно связать резиночкой, постучать по столу, чтобы какая-либо из сторон у нас уже оказалась идеально ровной. Проверить, чтобы все веточки доставали до стола. Сверху можно теперь подрезать. Вот. И теперь можно перевернуть. Вот эта поверхность у нас ровная. Ее как раз я и располагаю в верхней части. Размещаем здесь заготовку. И не забываем снять резинку. Между этими ветками очень легко разместить какие-либо цветы. Чем я, собственно, и займусь. Как видите, можно поставить, например, хризантему или какой-либо другой цветок. И она будет зафиксирована в этой конструкции. Ну, естественно, что когда мы уже будем фиксировать цветы окончательно, мы добавим еще несколько веточек, так, чтобы все держалось прочно. До того, как мы разместим хризантемы в композиции, нужно немного облагородить их стебель. Для этого убираем листья, которые выглядят достаточно неряшливо. Если бы мы дарили просто цветы, просто охапку хризантем, то это бы выглядело нормально. Но в данном случае у нас композиция, где все продумано, поэтому эти листья окажутся лишними. Их мы убираем. Таким вот образом приготовим все хризантемы. Так как цветка у меня всего три, нужно хорошенько подумать, где же будет находиться каждый из них. Я думаю, что вот этот самый стройный будет самой высокой частью композиции. Для начала наливаем воду в вазу. За счет воды у нас появляется дополнительный визуальный эффект. Очень красиво смотрятся ветки, погруженные в воду. Воду наливайте с учетом того, будет ли переноситься ваша композиция в ближайшее время или нет. Если вы планируете подарить ее кому-то, и вам нужно довести ее еще до адресата, тогда, естественно, не наливайте много воды. Лучше налейте ее потом, когда композиция уже будет доставлена на место. Теперь начинаем размещать цветы. Для этого подрезаем ножки при помощи ножа. Делаем косой срез и устанавливаем цветы. Следующий цветок должен быть чуть ниже. Ну а третий цветочек будет расположен совсем низко. Чтобы цветы не болтались, пока наша композиция еще не окончена, можно временно добавить несколько палочек. Возможно, что они там и останутся. Сейчас они нам нужны как крепеж. Добавляем и не забываем сразу же корректировать их высоту. Обратите внимание на то, чтобы все стебли были вертикальны. Так как композиция достаточно простая, здесь все имеет значение. То, насколько точно и ровно мы поставили цветы, как они расположены. Основные цветы я разместила. Теперь дело с второстепенными цветами. В качестве них у меня сегодня золотарник. Золотарник будет создавать такую легкую ауру вокруг хризантем. Но для этого нам, конечно, придется его немного видоизменить. Золотарник будет идти по спирали вокруг хризантем. Для этого мне нужно удалить практически все соцветия, кроме тех, которые идут под наклоном. И практически все листья. Поэтому отрезаем большую часть цветка. Цветок должен выглядеть так, как будто он всегда и был таким. Именно в такой форме он рос. Оставшиеся части цветка, ненужные мне сейчас, я, естественно, не выбрасываю, а ставлю в отдельную вазочку. Они мне еще пригодятся. Возможно, не в этой композиции, но хороший материал. Я думаю, что в какой-то миниатюрной композиции, в какой-то небольшой работе, они будут прекрасно себя чувствовать. Этот цветок я укорачиваю. Подрезаю ножом. И располагаю в соответствии с концепцией, которую я выбрала. Которая вам пока наверняка непонятна. Но всему свое время. Проследите, чтобы все цветы доставали до воды. И вот у меня начало спирали, которая пойдет вот таким вот образом, закручиваясь по часовой стрелке, поднимаясь все выше и выше. Прежде чем трансформировать цветок, можно определить приоритетное направление его соцветий. Так, чтобы удалять пришлось меньшее количество цветков. Как видите, в этом золотарнике большинство цветов направлено в эту сторону. Поэтому я удаляю меньшее количество, то, которое смотрит противоположной. Так, определяемся с высотой. Следующая ступенька. И по такому же принципу движемся все дальше и дальше. Возможно, эту композицию лучше делать летом, когда золотарник у нас растет в изобилии. Его без труда может найти на огороде практически любой дачник. Нужно сделать так, чтобы спираль слегка обогнула композицию и немного закрылась себля хризантемы вот с этой стороны. Мне кажется, сейчас как раз получилась такая приятная форма. Получилось движение, динамика. То, что нужно. Ну вот, посмотрите. Есть ощущение, как будто золотарник немного обнаглел и влезает перед хризантемой. Хотя хризантем у нас главный цветок. Но это ничего. Пускай будет добавлено немного напряжения в эту композицию. Так она даже интереснее. Но не хватает еще одного элемента. Для того, чтобы его сделать, мне понадобятся листья лилиграсса. Вот такие вот толстые листочки. Похожие на берграсс, но чуть шире. И чуть темнее. Более ровные и гладкие. Таких листиков мне нужно несколько штучек. Наверное, около 6-7. И вот эта вот форма, его свисающая, как раз то, что мне сегодня нужно. Если этой формы нет, если они достаточно прямые, то можно его еще немного изогнуть. Таким вот образом, аккуратно обмотав вокруг руки. И вот этот пучок листик мы располагаем вот в этом месте. Чуть в стороне от центра. В качестве такого акцента. Размещаем их поблизости. Основание листиков выходит не из одной точки, но практически. То есть из такого пятна. Из одного пятна, будто бы. И еще я хочу скрепить эти листики в одной точке. Так, чтобы они образовали по единую волну. Для этого мне понадобится небольшой кусочек проволоки. Такой тонкой и незаметной. Или наоборот. Яркой и декоративной. Наверное, даже я выберу декоративную проволоку. Так как все же ее будет видно. Пускай она будет красивая. Красивого цвета. В общей цветовой гамме. Беру совсем маленький кусочек. И делаю из него такую микроскопическую скрепку. Скобу. Я думаю, что этого мне хватит. Теперь соединяю листья. Создавая форму, которая мне нужна в данном случае. Они, в принципе, и так держат неплохую форму. Но мне нужно, чтобы все было идеально. И протыкаю листики в одном месте. Так, чтобы одна скоба у меня собрала все листья в единое целое. Вот так. И нажимаем. Вот такая композиция получилась. Я надеюсь, что вам понравится. И вы тоже попробуйте сделать что-то чуть более сложное и совсем простых цветов. А на этом мы прощаемся с вами. Увидимся очень скоро в программе «Ботаника». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok